Давайте посмотрим, что у нас там... Что у нас там хватит? Послушайте речь Нингуан на террасе Юззин. В Льюе ходит новость о восстановлении Нефритового дворца. Сходите на террасу и спросите об этом Нингуан. Ну, пойдемте, сходим. Давайте заказу сходим. Спросим, что она там? На деньги налогоплательщиков хочет заново отстроить эту самую? Дворец свой. Куда мне там лететь-то? Да-а-а-а, вон стоит. Действительно. Да, ты думал. Ну нет, ну зачем? Сейчас опять коза умрет. Вот нельзя квест-маркер срабатывать не так высоко. Вот смотрите, сейчас мы договорим, я переключусь на козу и она умрет. Потому что мы были слишком высоко и, скорее всего, мы там уже умерли, пока... Ну, мы типа упали, в кавычках. Она сама заработала. Ну, это говорят, в свиданке ее есть, поэтому посмотрим, как она тут заработала. Я собрала вас всех сегодня, чтобы сделать важное объявление. Некоторые из вас наверняка слышали, что я намереваюсь восстановить нефритовый дворец. Восстановить нефритовый дворец? Это непростая задача. Значит, слухи были правдивы. Вот почему цены на строительные материалы так сильно выросли. Привет, привет, тут подходит. Нефритовый дворец имеет особое значение для Нингуан, если бы я мог воспользоваться этой возможностью. Синий зяблик! Срочно надо ловить. Госпожа Нингуан, чем мы можем быть полезны? С тех пор, как эта новость начала распространяться, всего за несколько дней многие высказали желание присоединиться к проекту. В настоящее время... Какой наглый, посмотрите на него. В настоящее время у меня для вас есть несколько поручений. Да, с наступающим Старым Новым Годом. Так вот почему подорожало дерево и металл. Ага. Мы выбрали место для строительства и подготовили необходимые материалы. Осталось найти три ключевых компонента. Плау-стрит Зари, Ядро Чудес и Талисман Адептов. Это та фигня. Плау-стрит это та, на чем оно летает. Ядро Чудес. Все такие, чё? Слушайте, зяблики такие наглые. Прошу прощения, госпожа Нингуан, но два других компонента, помимо Плау-стрита, мне неизвестны. Да, не сплэрить, плиз. Лишь достаточно круп... Смотрите, какая борзая птица. Лишь достаточно крупные куски Плау-стрита. Я правильно называю их? Могут называться Плау-стритом Зари именно. Этот камень не позволяет нефритовому дворцу подняться в небо. Ядро Чудес основной компонент... Компонент. Механизм дворца. Когда там уже разлом дадут. Талисманы адептов служат для объединения механизмов с искусствами адептов и в равной степени незаменимы. Хотя все три компонента весьма редки, я убеждена, что с вашими связями и возможностями их обнаружение это лишь вопрос времени. Не самой же мне их искать. Разлом ближе к 2.7? Ага, ага, год уже разлом ждем. Я отношусь к поговорке время-деньги серьезнее, чем кто бы то ни было. Эффективность решает все, я дам хорошую цену за все эти материалы. Кроме того, первые три человека, которые их соберут, получат возможность задать мне вопрос. Я отвечу на любой вопрос. Уверена, что подобное вознаграждение всем придется по душе. А какие у вас отношения с Байдоу? Эти компоненты трудно найти, но было бы неплохо узнать планы Льюэя на следующий год. А, какой? Это выгодная сделка. Тот, кто сумеет получить информацию с первых рук от госпожи Нингуан, буду скорее с первых уст, будет иметь неоспоримое преимущество на рынке. Какое совпадение. Не так давно до меня дошли слухи о Плоу-стрите. Прошу прощения, мне нужно идти. А Хунфэй это который с Синьцю там в торговой, или нет? Нет, тут в очках вроде. Что-то я не помню. Просто у него тоже выглядит такая майка была. Проклятие, нам тоже следует торопиться, нельзя позволить никому нас опередить. Восстановление нефритового дворца очень важное дело, давай поучаствуем. Да, конечно. Какие отношения у Нингуана с Байдоу, ты это узнаешь в свидании. В свидании Нингуан? Или Байдоу? Итак, вы слышали мое объявление, что скажете? Вас оно заинтересовало? Правда можно будет задать любой вопрос? Я отвечу на любой вопрос, если знаю ответ. Может я могу спросить и сестре? Лол, чувак, это так не работает. Правда? Ох, тогда Пайман спросит, как госпожа Нингуан разбогатела. И у нас всегда будет достаточно моря. Разумеется, однако объем предоставленной информации будет напрямую зависеть от ваших успехов. Для восстановления нефритового дворца требуется много места, поэтому работы будут проходить в заброшенной шахте за пределами золотой палаты. Все материалы должны быть доставлены туда. А что, прям тут строите в городе? У меня есть и другие обязательства, я не могу сопроводить вас на объект. Свяжитесь с моим секретарем, когда прибудете на место. Поторопитесь, не позволяйте другим опередить вас и воспользоваться этой уникальной возможностью. Вот так надо мужиками крутить. Я отвечу на любой ваш вопрос, и все такие, да! Делай с нами что хочешь. Госпожа Нингуан очень занятой человек, пойдем скорее, будем ей мешать. Нам больше нечего делать на террасе, пойдем отсюда. Тома, смотри, что там происходит, что-то подозрительное. Там происходит что-то подозрительное. Это же это, птица-баба. Госпожа, вас отвечает элегантный стиль и глубина. Это такой подкаст. Вас отвечает элегантный стиль и глубина личности. Я думаю только о ее форумах, потому что... Да. У вас есть все необходимое, чтобы возглавить восстановление нефритового дворца. У вас есть информация о материалах? Давайте найдем более тихое место, чтобы поговорить. Мне кажется, они ее клеят. Мне не нужна ваша информация. А, у них есть. Постойте, куда же вы, не уходите. Внимание, спойлер, она не скажет, где наша сестра? Как так? А мы надеялись. Главное, вопрос у девственности. Ну, знаешь, она же живет уединенно, так что скорее да, на самом деле. Хотя я не знаю предыстории. Че стоишь? Давай быстрее. Храбрый тян. 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 Ветер дует, журавли возвращаются. Промежуточный том. Слушайте, мы даже не умерли подозрительно. Слышал? Она... Они, похоже, что-то знают. Да, а что бы то ни стало, надо добыть информацию. Пойдем за ними. Пойдемся, грабадем их на шелковицу. А то че? Она тут растет, никому не нужно. Просто я там, это, с высоты, как обычно, и мне казалось, что я умру. Но нет, мы не умерли внезапно. Это воистину подозрительно. Заметнее я это сказал. Ну а что такого? Если девушка живет уединенно с адептами, учится у них там, откуда у нее, может быть, там, свиданки с парнями? Так что, ну я это расцениваю как, знаете, там, как монашка. Их здесь нет, давай поищем внизу. Сейчас это горная коза сверху атакует. Ха-ха-ха, на этот раз вам некуда бежать, госпожа. А, про спойлер. Шэньхэй нравится по своей атмосфере. Кибер-кубийца. Ха-ха-ха, уничтожить. Не волнуйтесь, мы вовсе неплохие люди. Просто желаем обменять ценную информацию на немного моры. Не стоит, никто не останется в накладе. Босс, у меня плохое предчувствие, от нее исходит какая-то странная аура. А еще эти белые волосы, с ней явно что-то не так. Выдевать не буду, потому что горят на косточку. Я хотела крутануть Шэньхэй, но и потом стали Яймику показывать. И я такая, нет, все примусы на Яймику. А вдруг прилетит раньше. И все такое, в общем. Короче, да. Перс классный, но не знаю, может на Реране, может еще как-то. Пока я очень хочу Яи, поэтому я буду сливать все в нее в следующий раз. А еще меня бесит стандарт, он мне никак не отдает мою Легу. Вообще просто. Там уже, сейчас мы даже можем посчитать, сколько круток, он мне никак Легу не отдаст. И что у нее точно вводится деньжат? Если мы ее упустим, то как мы оплатим свои горные долги? Повторяю, мне не нужна ваша информация. Говорю это в последний раз. Опасно. Госпожа, вы же не маленькая. Мне же не нужно вам все объяснять. Вопрос не в том, нужна ли вам информация или нет. Вопрос в том, чтобы быть хорошей девочкой, а дать нам Мору. Тогда никто не пострадает. Я... Молчать я знаю, что у вас есть Мора. У человека с такой грудью просто не может быть не быть Мора, да? Вы сокасали целый стол блюд в глазурном павильоне, но попробовали же некоторые из них. Зажрались. Дальше вы посетили шатер Синь... Синь... Ньюэ. Ресторан «Навродный выбор». Снова едва притронулись к еде. Я уверен, что смогу вытащить козочку. Сможешь, конечно. Сможешь. Так. А... Хай. Так. Вижу. А дальше не вижу. А, вот. У меня 60 круток накоплено. Все еще, думаю, слева сейчас или подождать до деда. Ну, объективно, Джун — это, на самом деле, одно из лучших предложений, которое будет в этом патче. Потому что, конечно, и Сяо, и Гань Юй очень сильные дамагеры. Вот. Гань Юй так вообще имба. Но дамагеры есть и другие. А вот такой сильный щитовик — только Джун. Поэтому, если у тебя все еще проблемы с щитами, то лучше, конечно, Джуна. Но если ты очень хочешь себе имбовую козу, можно козу. Если хочешь прыгать за Сяо, то тащи Сяо. Ну, короче, это чисто индивидуально. Они все хорошие персонажи. Ну, вот. Просто дамагеры есть разные. А щитовик в игре хороший, есть один пока что. Это Сла и генетика хорошая. Ну, понятно. Да, трусов у нее нет. Ну, то есть, у меня есть и Гань Юй, и Джун. И я могу сказать, что они оба очень классные. Но просто, если Гань Юй есть кем заменить, та же Аяка, та же пиро-дамагеры какие-то, то, как бы, Джун, он такой один. То есть, есть, конечно, там другие щитовики, но они все просто и рядом, на самом деле, не стояли с Джун Ли. Хотела Сяо отдать 100%, но Джун Ли исправил мои планы, поэтому отдаю все деду. Правильно. Дедушки. Несем примагемы дедушки. У бедных девушек не бывает таких экстравагантных привычек. Если вы богаты, что плохого в том, чтобы поделиться морой с нами. Откуда у нее моро, кстати? На карманные копила? Хоть наставница и приказала мне не делать этого в Рьюэ, это не имеет значения, может быть, это судьба. Ща она их тут порежет на листике. Что-то тут не так. Это какая-то злая женщина. Че испугался? Мы не нарушаем закон, продавая информацию. Если она посмеет нам что-нибудь сделать, мы отсудим у нее целое состояние. Вот они. Они ведут дела при помощи грубой силы. Опять вы? Мелилиты? Откуда они тут взялись? Это твоих торок дела? Я тебе... Твоих ругодил. Я тебе покажу. Молчать, как ты смеешь угрожать людям? Ты пойдешь с нами. С нами? С ним? Вами? Шаньхэ не ДД. Шаньхэ сап. ДД-саппорт. Под крио персонажей, типа Ганью и Аяки. Ну, она в соло, конечно, наверное, может что-то дамажить. Но я не уверена. Вообще она позиционируется именно как пара к Ганью или к Аяки. Да, саппорт под крио ДД. Не знаю, как бы я без деда играл. Крио ДД в игре всего двое. Ну, есть другие ДД. В принципе, на позицию другого. Ну, в смысле, дамажить-то можно не только крио. Бывают ситуации, когда, конечно, крио прям позарез надо. Но есть альтернативы, скажем так. А щитовиков не так много. То есть, если его реально выбирать, то, ну, я просто вот как человек... У меня к Джуну совершенно нейтральное отношение как к персонажу. Но как щитовик он собака классная. Господин, не гневайтесь. Позвольте мне все объяснить. Потому что его реально я практически во все пачки сейчас ставлю. Он очень удобен. Позвольте все объяснить. Ты смотрел первые печеньки? Смотри, вторые. Там уже вышли. Или ли ты увели преступников? Ты в порядке? Блин, я не могу. Она такая откровенно надетая у этой Шэньхэ. Ну, она типа имя называет. У птицы явно какие-то проблемы с тем, как одевать учениц. Меня зовут Шэньхэ. Значит, тебя зовут Шэньхэ. А Пайман зовут Пайман. А это Тома. Лучший щитовик непробиваемый по КД может навесить. Да, именно. Я слышала о вас. Спасибо, что помогли мне избавиться от этих бандитов. Однако я могла бы обойтись и без вашей помощи. По моим расчетам, достаточно было трижды ударить их головой о землю, чтобы они сдались. Какая миленькая. Так нельзя, это слишком жестоко. Это же Гавань Льюэ. Тут есть законы против такого. Законы? Плюс котлет. Да, плюс котлет. Ты никогда не слышала о законах? Шэнь неплохая альтернатива Гань... Нет. Она не альтернатива Гань Юй, к сожалению. Она очень хороший саппорт под нее. Ну, в смысле, второй персонаж, который будет ей помогать. Вот. Но нет, она не альтернатива. Уже не раз обжигалась момента, где нужен именно Крио Дуде. Так что да, мой выбор очевиден. Но у тебя уже есть Джун. Если уже есть Джун, тогда понятно, что Гань Юй. Ну, или вся, в зависимости от ваших вкусовых приоритетов. Вот. Мы говорим о... Если никого вообще из этих персонажей нет, кто реально полезнее. Как же так? Не слышала она о законах. Что это за звук? Это мой живот урчит от голода. Тут не было цветочной росы, а эту гадость из ресторанов я решила не есть. Хочешь консты? Даже не верится, что ты так спокойно об этом сказала. Пайман только что от них услышала, что ты обошла все рестораны, заказала кучу еды и попробовала только по кусочку от каждого блюда. Ничего удивительного, что ты не наелась. Что бы ты хотела поесть? Цветок цусинь, глазурная линия, стеклянные колокольчики. Я обычно их ем. Скажите, уже есть фонар, где Гань Юй вместе с Шэнь Хэ сидят на лужку и жрут цветы? Я думала, только Гань Юй таким страдает. Это лекарственные травы. Лекарственные? Кажется, она не понимает. Теперь думала, пойдем в хижину Бубу и накормим Шэнь Хэ. Она как раз недалеко. Чтобы рыбать, нужно есть. Есть, да? Понятно. Лучше Крио Розу. Ну, Роза тоже хорошая, Крио. Ты думаешь, что Шэнь Хэ адепт? Похоже, она впервые в Люи, ей не хватает здравого смысла. Поэтому Пайман делает ставку на то, что она адепт. Буквально вчера видела. Интересно, какой она адепт. Пайман умирает от любопытства. У Паймана девять желудков. Птица изверг кормит девочек нормально. Не кормит девочек нормально, а и одевает их вот. Смотрите, что одна одета. Что вторая просто. Кстати, я хотела по поводу баннеров-то пожаловаться. Короче, стандарт. Где тут история? Так. Считаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Так, это шестьдесят. Шестьдесят шесть. Ээээ. Что ж. Так. Шестьдесят шесть. Плюс еще шесть. Семьдесят два, да? Семьдесят два. Да? Да? Семьдесят два. Не, подожди. Да. Семьдесят два. Всё правильно. Семьдесят три. Семьдесят четыре. Семьдесят пять. Семьдесят шесть. Семьдесят семь. Кору. Отдайте мою лего собаке. Собаки. Нам не показывают, но Газе наверняка тоже трусов не хватает. Че это у нее не хватает трусов? Здравствуйте. Трусов у нее не хватает. У нее... Вон. У нее так... Ну, у нее бодик, в принципе, конечно. У нее колготы прозрачные. И вот этот вот черный бодик идет. Вот видишь, он у нее вот-вот-вот. Трусишки идут. И вот эти вот трусишки. Трусишки, переходящие в верхнюю часть. Гу одну крутку? Да, конечно. Не, я, конечно, могу. Но я не знаю, 160 примусов. Стандарт. Тоже в стандарте 77 круток. Стандарт тоже тянул Джен на 77-80. Ну, вот я тоже жду. Ну, окей, одну. Но мне не отдадут Легу. Придется ждать начала месяца. Помолиться один раз. Придется ждать начало месяца. Да ладно! Спасибо за констуна Делюка. Ну, ладно, отдали. Конечно, это не то, на что я надеялась. Ну, окей. Хотя бы я уже не переживаю, что я там за полгода не соберу. Что он тут? Увеличивают урон Делюка против врагов с хп выше 50 на 15%. Как говорится, как жалко, что я за него не играю. В последнее время. Они у нее есть просто в жопу впиваются. Трусы-то? Ну да, у нее, ну, бодик. Грац, да, отдали. Ну, вот и все, да. Надо было просто поныть. Чуверка сработала. Ну, тут, кстати, статистика скорее сработала. Но я рада, что уже отдали. Знаете, а то я уже изнервничала. Потому что там же статистика полгода хранится. У меня, конечно, еще не полгода там. У меня там еще какие-то июльские аж крутки были. Вот. А ось мне выпала в начале сентября. Там первые, в каких-то первых числах. То есть там еще, в принципе, был у меня разбежка где-то, наверное, с месяц. До того, как, ну, история начнет исчезать. Но что-то меня это уже напрягало. Вы пришли за лекарствами. У вас есть рецепт? Причем мне нравится, что мне, значит, это со стандарта Делюк валится. С ивентовых баннеров джинн валится. Спасибо. Спасибо. Цветок с сисин, глазурная линия, стеканные колокольчики по четверть килограмма каждого. Сколько вешать в граммах? Гештальт закрыт. Да. Ничича, ну, тоже пойдет. У меня, кстати, до сих пор нет ни Чичи, ни Ци-Ци. Пу, Чичи. Ни Чичи, ни Кейки нету. Кицин. И Моны у меня тоже нет. Зато у меня по два Делюка и по две джинн. Спасибо. Одним уже не играю, вторую еще не качала. Какой интересный рецепт. Звучит так, как будто вы хотите пообедать этими травами. Вот все, что у нас есть. Спасибо. Она действительно ест травы. Печеньки немного напоминают городок с пони. Ну, так печеньки же, там же смесь как раз-таки фермы, ну, города и вот этого. Без пердела. Ни Чичи, ни Кейки, зато Джин с констой. Вот у меня Джин с констой. Не, ну Джин хороший персонаж. Да и Делюк хороший персонаж. Я как бы не против, что они падают, пожалуйста. Просто, ну, реально, я Делюком уже не играю. Относительно. Вот. А пока все суземления на блюд. Далее, Шаньхэ все съела. Я наелась благодаря тебе. Благодарю тебя за угощение. Какие они на вкус? Невкусные. То я их ем. Молитвы сыты. На втором, короче, выпало две поваришки. Ну, поваришка хорошо. Цветок тусин, глазурный лильный, стеклянные колокольчики по 250 грамм каждого и можно без хлеба, да? У них приятный аромат, но если съесть очень много, то вкус становится горьким, кислым и вяжущим. Бедолага. Тогда почему ты предпочитаешь есть травы, а не ресторанную еду? Если бы у Паймэн было много денег, она бы ходила в лучшие рестораны, заказывала много вкусной еды и съедала все за один присест. Потому что я не уверена, что останусь здесь. Человеческая еда вкусная, но если я вернусь в горы, то воспоминания о ее вкусе будут мешать моему обучению. Поэтому лучше просто попробовать немного, чтобы понять вкус. Вернуться в горы? Она точно адепт. Цыца случайно выпала? Молодец. Что вы думаете, она такая грустная? Травы были невкусные. Но если бы я питалась одними колокольчиками, я бы тоже, наверное, грустная была. Не будем пока обо мне. Какие ваши дальнейшие планы? О, кстати, у нее реально есть градиент на ногах? Прикольно. Ну, то есть я помню вот этот градиент от такого более... Или от освещения просто? Ну, просто у нее на старых фотках был вот этот градиент от синего к черному. Но на артах я почему-то этого не замечала. А на модельке вот, ну, есть же, да, градиент? Паймон чуть не забыла. Мы здесь, чтобы принять участие в состязании по восстановлению нефритового дворца. Если мы будем медлить, то не можем закончить то, что должны сделать. Рокерша Делюка заменяет? Ну, она, конечно, физика, а не пирода. Но можно. До первых этапов вполне. Если бы ГГ был учеником птица, он бы был такой, я такие не ем, я не козель. Точно. Как Кузя. Это что, козел, что ли? Понятно, я слышала об этом состязании, когда проходила мимо. Если мы победим, то сможем задать Нингуан любой вопрос. Ты тоже принимаешь участие в состязании? Я пришла ради восстановления нефритового дворца, но я не думаю об участии в состязании. Вы мне очень помогли, поэтому я хотела бы помочь. Не волнуйтесь, я не жду ничего взамен. Не, ну точно градиент есть вон. Просто его почему-то обычно не видно. Нам так неловко. Я как главный мейнер Делюка этого чата, я скреплена такой заменой. Не, ну да, конечно... Так, у меня есть голову. Как Рокер же зовут. Все, это старость. Ну, короче, она физушник. Она не пира, конечно, ни разу. У них только дворуки и дворуки. Как-то неловко. Но помощь адепта была бы очень кстати. Добро пожаловать в команду. Не будем терять время, у меня есть план действий на ближайшее будущее. Пайман не сомневается, что у Шонихаи есть отличный план. Нам нужен план. Не уверена, насколько он отличный, но определенно эффективный. Всего лишь устранение... Устранив всех... Всего лишь устранив всех, кто опережает нас, мы станем первыми. Отличный план. Так не пойдет. Нельзя так делать? Нельзя, но я слышала, что конкуренция это, по сути, конфликт и единоборство. Мы честно и справедливо займем первое место. Опять они в эту позу становятся руки в боке. И поза Буратино, я ее так называю. Плау Стрит, Зари, Ядро Чудес и Тарисман Адептов. Пойдем по списку. В первом идет Плау Стрит. Я слышал спор с Наруши и вышел посмотреть, в чем дело. А это, оказывается, вы. Давайте всех убьем точно. Здравствуйте, Байджу. Когда вас уже добавят, вы не знаете? Задолбали светить этим персонажем и не давать за него играть. Что вы здесь делаете, Байджу? Он хозяин этого места? Госпожа Нингуан заказала большую партию рано заживляющих лекарств, но у меня в аптеке недостаточно ингредиентов, поэтому я лично приехал сюда, чтобы подготовить все необходимое. Зачем госпожа Нингуан столько рано заживляющих лекарств? Еще один красивый мальчик. Привет, Мария Флата. Понятия не имею. Я слышала, что она хочет восстановить нефритовый дворец. Может быть, это для рабочих на случай, если они поранятся. Как бы то ни было, это ее личное дело, поэтому я не вправе задавать слишком много вопросов. Мне, кстати, всегда нравилось, как Байджу с путешественниками похожи по стилистике. У них в обоих косички такие, вот, и плащики такие развиваются. Они очень мило смотрятся вместе. А у нас тут вообще все с косичками. Клуб любителей косичек. Она так же одолжила цицы. Нормально. Поэтому мне не хватает рук в хижине Бу-бу. Не хотите немного поработать? А цицы можно взять и одолжить? Мы бы с радостью, но у нас очень много дел. Господин Байджу, вы славитесь своими обширными знаниями. Вы случайно не слышали о Пау-стрите Зари? Хватит тыкать нам этим дендроглазом в лицо. Альбедо Мальчик, а быть же мужчина? О, ну ладно. Он нужен для восстановления нефритового дворца. Я припоминаю, что он упоминается в семи горных трактатах. Там говорится, что после активации Плоу-стрит Зари возносится к облакам. И что встречается он крайне редко. Райден и винти не хватает. Ну да, точно. В древних текстах говорится, что весь Плоу-стрит Зари был добыт ранее и сейчас находится в чьей-то собственности. Полагаю, торговая гильдия Фэй-Юнь сможет прояснить этот вопрос. Это точно которая с Синь-Ю. Вот как? Тогда нам нужно идти в торговую гильдию Фэй-Юнь. Спасибо. Естественно, что удачи. Если что-нибудь понадобится, вы найдете меня в хижине. Ну и что ты нам расскажешь? Скажи что-нибудь интересное. Госпожа Нингуэн заказала очень много рано заживляющих лекарств. Ба-бла-бла. Неужели восстановление дворца такое опасное дело? Ну зацените. Ну блин, врали. Ну короче, они реально очень с путешественником похожи. Прям вот рядом стоят и такие с косичками вот и с развивающимся плащом. Ну и стой тут сам. Во! Вот это любимый мой ракурс. Ладно, я конечно гекаю, но забавно. Еще лучше только попец Йоэмии с бинтами. Причем я тут в этой бегала в... Нет, на самом деле мне еще в Барбаре нравятся тут шортики. Просто очаровательное заживание. Короче, в Энкономии бегала. И как-то там я так встала рядом с этим самым, что я так прям камеру повернула. И ну прям супер крупный ракурс на бинты получился. Что я прям зависла, я никогда их так близко не видела. А, ну вот и этот самый. Вот и оно. А зелье делать помогало? А, так зелье... В смысле, ивента закрыла. Ну он одиночный, если что. Молодой господин, наконец-то вы вернулись. Нет, другой, да, был чел на террасе? Не этот. Этот сюй. А тот был как-то по-другому. У них просто рубашки вот эти одинаковые зеленые. Ты чем-то обеспокоен? Последнее время в гильдию поступило много заказов. Мы выбиваемся из сил. Ваш отец попросил передать вам, чтобы вы остались и помогли. Разгружать. Пусть персонал сначала разберет заказы, а я займусь ими лично чуть позже. Да ладно, он что-то умеет делать, кроме того, как фехтовать и книжки читать? Просто чудесно. Спасибо, молодой господин. Благодаря вам я смогу вздохнуть свободнее. Синьцю, ты тоже здесь? Ладно. Зато мне вспомнились фонартики, где Шаньхэ отбивает чугуна от Синьцю. Синьцю случайно выпал. Хороший персонаж. Луна обижает. Чего ты ее обижаешь? За что? Что у вас случилось? Вы же там просто обсуждали, кто мальчики, а кто мужчины. Байджу точно не девочка? Что-то все еще пишет? Ну, хорошо пишет еще точно. Мы хотим спросить тебя кое о чем. Путешественник Паймон, пожалуйста, подождите минуту. Все, и мне нужно принять гостей, а ты возвращайся к работе, мы обсудим дела гильдии чуть позже. Спасибо. Понятно, господин. Уважаемые гости, приятного вам общения, я поращаюсь с вами. Не ожидал увидеть вас сегодня. Что-то случилось? Вам нужна моя помощь? Синьцю и познакомился с родственницей Чинью. Не осталось дело с ума. В первых, едешь с ним, проходишь? Ну, он на пират. Да, хорошо. Синьцю, ты слышал о Плоустрите Зари? Понятно, вы тоже участвуете в состязании Нингуан. Что значит тоже? Не буду врать, у торговых гильдий в июне есть искомый Плоустрит, но только один кусок. В последнее время многие им интересовались, поэтому он будет выставлен на аукцион. Как говорится, все решают в прошлом предложении. По моим оценкам, его окончательная стоимость может превышать 500 миллионов моры. Хорошо они устроились. Так дорого. Я бы не рекомендовала участвовать в аукционе, если на слишком завышено. Оно того не стоит. Но без Плоустрита Зари... Не волнуйтесь, вы слышали что-нибудь о созерцателе морей? Кто это? В былые времена созерцатель морей состоял в хороших отношениях с Творцом Гор, но, насколько я помню, он давно ушел в мир иной. Поменим. Все верно, я удивлен, что кто-то кроме меня знает о нем. В хрониках облаков говорится, что созерцатель морей создал обитель, в которой хранятся всевозможные сокровища. Среди них есть и Плоустрит Зари. После смерти созерцателем морей его обитель была заброшена, а место нахождения утрачено. Утеряно. К счастью, недавно я закончил собирать серию книг с легендами и нашел в них намеки на эту обитель. Я сопоставил факты и могу с уверенностью сказать, что обитель расположена недалеко от предместия Лиша. Лиша. Как здорово! Мы точно сможем забрать Плоустрит, который найдем там. Это не будет слегка неуважительно по отношению к адепту? Он уже все равно. Я думаю, что возникнут проблемы. Насколько я знаю, созерцатель морей отличался великодушием. Будь он жив, он не стал бы беспокоиться о таких пустяках. отличался великодушием. Я не слышала этого созерцателя морей прежде. Позвольте спросить, из какого текста вы подчеркнули эту информацию? Это всего лишь слухи, которые ходят в горах. Нам пора. Ага, шифруется. Мне кажется, эта девушка немного похожа на одну мою знакомую. Что? На одну мою знакомую? Я всегда думала, что в паре с чугуном у них наоборот. Ну ладно. На знакомую так на знакомую. Офигенный пустяк камешек стоимостью миллион. Было бы смешно, если бы печеньки объединились с мороженками. Не, у них там своя печеньковая. Короче, одна девушка немножко похожа на одну мою знакомую. Окей. Еще кое-что. Обители адептов отлично продуманы и имеют собственный защитный механизм. И поскольку обитель очень долго была заброшена, в ней могут обитать монстры, злые духи. Поэтому будьте осторожны. Мы будем осторожны. Мама сына мамины подруги. Аааа. Спасибо, Синсю. Интересно, Синсю вообще знает родственников Чуньюня? Ну там, хотя бы там его маму действительно. А интересно, а у Синсю тетя ему Шэньхэ именно по маме или по папе? Как вы думаете? Состязание по восстановлению нефритового дворца очень жесткое. Трудно предугадать, кто победит. Что ты говоришь? Ну что, куда нам там? Куда нас там дальше послали? Ну, Кудыкину гору. А, по поводу зелья сейчас покажу. Кудыкину гору. Короче, прятки я еще даже не заходила. Зелья я закрыла 22, 18, ну ладно, 19 и 20. Короче, на весь запас самый сложный мне оказался второй этап. Ну, в принципе, я все закрыла более-менее с первой проходки. Я только вот тут вначале немножко затупила, а тут уже вот один раз за кукоми попробовала, но она не смогла меня, по крайней мере. Вот. Я не помню, почему тут показалось сложнее всего. Наверное, из-за роботов этих дурацких, но в конце, потому что они там прям избивали нещадно. А третий оказался проще. Короче, да. Да. Кроме королевства куки были бы королевства овощей и фруктов. Козьей силы. Перевод всегда жжет. Сюда нихнина один НВС говорил женского рода хотя бы мужик. Говорите, что козу можно заменить? Ну, можно, аякой. Пожалуйста. Можно заменить. Ну, в смысле, она не единственная имбовая дамагер в игре-то. Она очень хороший персонаж, я вообще не рада. Она очень универсальный, что был самый главный персонаж. То есть, ее можно в разные пачки ставить, по-разному собирать. То есть, как бы, очень многовариативность. Дайте Паймен заклянуть, место, о котором говорил Синьсю, должно быть где-то неподалеку. Но Паймен ничего не видит. Аяка сильная, наверное, не так, как коза. Ну, не знаю, не знаю, мне кажется, ульта Аяки просто всех выносит. По крайней мере, когда я в Туманном Подземелье Аякой пробовала, мне она показалась весьма сильным персонажем. Ну, может быть, чуть-чуть уступающим козе, но... А может быть, и нет, смотря как соберешь. Ничего себе. Ааа, спасибо, а без дождя было лучше. Здесь недавно использовали магию адептов, чтобы скрыть следы. Я ее нейтрализовала, попробуйте поискать еще раз. Потрясающе, ты молодец. Еще раз хорошенько поищем. Смотрите, там появилась фея. Фея, фея. Пошли, фея. Куда ты нас поведешь? А еще Аяка может по воде бегать криво. Очень удобно, между прочим. в смысле? Куда ты пошла? Ааа, здесь фея исчезла, давайте посмотрим вон там. О, как у меня отлично все есть. Я не смотрела, если что, вообще, кто нужен будет. Я просто вот этой пачкой бегаю в последнее время на всяких там боссов и все такое. как меня байтили эти феи в экономии. Ну да, кстати, там такое шаг не иступишь, везде фея. Ты такой, блин, в какую сторону бежать? Ух ты, мы только что были у водопадов. Как это мы вдруг оказались здесь? Так много облаков. Паймен кажется, что мы находимся высоко в небе. Мы находимся в обители адепта. Зачем ей каблуки, кстати, в горах? Если я не ошибаюсь, Плоустрит Зари должен быть здесь. Правда? Давайте, дайте Паймен посмотреть. Не та ли эта фея, которую мы видели? Смотрите, она спускается под облака. Если присмотреться, скалы и деревья выглядят незаконченными. Может быть, под облаками есть что-то еще? Это не настоящие облака, это магия, которая была использована для разделения пространства. Если мы хотим спуститься вниз, мы должны сначала разрушить магический механизм. Тогда приступим. Я чувствую присутствие монстров. Не знаю, где они прячутся, но нам нужно быть на чеку. Ох уж эти монстры везде просто. Во все щели лезут. Ой, нам дают шиньхэ. Прикольно. А что она тут собрана? Сила атаки ее, копье. Ну, конечно. Что у нее тут знать? Вот, да, ей знать очень нужно. Ну, понятно, классическая. Три этих самых знать и сигна. Ладно, ясно, понятно. А что она делает? А, ну, это все, это ледяное перо, это дурацкое, а это Криоран по площади. Я вспомнила, я уже в тесте уже ходила с ней. Короче, еще серьезно? А я... Я переживала в экономии, когда там надо бегать. Подождите, тут ничего нет? Вот, когда переключаешь ночь с днем, и там появляются различные, типа, там пол, который, ну, вот в том же лабиринте, в котором, не знаю, были бы, не были, большой, который лабиринт на острове Вишапов, и там можно включить ночь и походить по крыше, посмотреть, что, ну, куда идти, и вот по крыше меня прям, я высоты боюсь, меня прям так это стрёмно было ходить по по крыше. А, тут можно ходить вообще пешком. Короче, я боюсь вот таких вещей очень сильно. Ну, в смысле, я высоты боюсь, и для меня, когда не видно пола, это просто жесть какая-то, на самом деле. Так, что там, пять? Слушайте, ну она и копье, я так понимаю, она типа как роза. Крио саппорт тире физушник под копье. Ну, в смысле, она неплохо из копья носит. Физушник копейщик. Кто там еще аренда? Где? Что ты там забил себе в угол? Ну, неплохо, на самом деле. Пятерочка с зарядки. Вполне. Что ты не допрыгиваешь? Ноги короткие. Попа толстая. А что тут надо? А-а-а. Откуда это надо? О, ну не говорите, что мне на двурук нужен? Ай, Джун не разобьет? О, какой полезный. Видали? И за двурука, и за это самое. За себя, за меня, и вот это все. В смысле, а где ветер? Длинный только и несуразный в этом плане. Ну, что такое? Дедушка, взлетите повыше, плиз. О, вот. Блин, вот это тоже терпеть не могу. Я так боюсь этих платформ. Тяжело жить с боязнью высоты. Я бы на тебя посмотрела, как ты на каблуках по скалам будешь бегать. Я на каблуках по скалам бегать просто не буду. Изначально. Ну. Долгое зажатие Ешки что-то другое делает? Чуть не пойму. О, дайте-ка я скринчик сделаю, подождите. Мне ж надо на обложечку скринчик. С тетей сделаем скринчик. Блин, зараза, не дают. Не дают скринчик сделать. Ладно, я вот так сделаю на записи, а потом вырежу. Женщина, встань в какую-нибудь позу. О. О, отлично. Спасибо. Спасибо, вы свободны. Я боюсь, высоты, но тут поперлась. Такую форму обители хотела в чайник. Музыка красивая. Как она собрана в тесте, я не помню. В тесте она собрана две семена в два глада. Это же копье. цепляться за скалы. Она как роза-тирочугун, ну, что-то подобное, наверное, да. Надо бояться не высоты, надо бояться упасть. Голос ее не очень нравится, как по мне, высоковат для такой статной леди. Юнзин в китайском вовсе кринч, но Юнзин я еще не та самая. что нам надо? А, ничего, она сама умирает. Вот полезная козла, да? Вау. Ай-яй-яй-яй-яй. Механизм сломался и туман рассеялся. Как говорится, никто не предупреждал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что он там базарит? Ой, я отвлеклась чатик почитать, а тут выходит из-за то самое Ну ладно, сейчас я, короче, тут доделается, потом почитаю, что вы там пишите А то тут зазеваешься, тебя уже убили О нет, это же... Робот Опять? Ээээ Ну, в смысле? Почему не включилась раньше? Я же долбила со всех сил Что за беспердел? Фея, быстрее за ней Да подожди ты, не ори Пошел уже с визитки чат взял с собой Скорее будет дед, недавно не сдержалась Немного сяу покрутила, еще никогда не радовалась так ржавому Юдзин в инглише нравится? Я ее как-то не слышала, не там, не там Когда под тобой падает пол, ты падаешь в пустоту Страшно, да Коза так вздыхает А то Ладно, там коза, ну шо-нехэ Можно было бы кормить нормально На одной траве такие формы трудно нарастить На капусте Попросила бы козу, она бы ей пару зябликов подстрелила Думаешь? Мне кажется, коза зябликов не очень хочет стрелять О, там сундуч А это на нас нападет штука, нет? Ради сундучка Мне кажется, коза очень безобидная в плане живот В смысле, он сюда упал, что ли, вместе с нами? Окей Ха А вот теперь смотрите, зачем нужен джунли Все, идешь и идешь, и вообще все равно Эта стена выглядит как-то по-другому Давайте посмотрим ее поближе Пятнашки Мое любимое Так О, стук Опять же, в инкономии делала, когда второй лабиринт Который маленький Как-то, не знаю, или первый, или второй Блин, как у меня там подгорало с этими днями-ночами Ну, в смысле, я минут 10 там прыгала, бегала, пока поняла, что сделать надо Ну, если я там что-то пропустила Ядро древней формации Опять? А, тут еще, в принципе, почти накопилось Ух А, тут еще, в принципе, не знаю, что делать Ха-ха-ха-ха! Чтё я в кавишку уже заботилась Мы опять всё сломали. Оттащите древний Плау-стрит. В ходу в мире Геншина законы физики не работают, так как такой высоты падения в воду равносильно падению на бетон. Только ради этого и нужен Джун Ли точно. Кстати, если вам будет мало Геншина, на сегодня после того истреблю я. Да, кстати, я потом сделаю рейд тогда. Экономия ещё не пришла, сначала не было интернета, потом времени смогла только сюжетку пройти, немного начало экономии. Я прошла только... Ну, я вам показывала в начале стрима, там у меня куча квестов. Я только открыла смену дня и ночи в Экономии и сделала там парочку вещей, которые даже с сюжетом основным не связаны. То есть там после того, как открываешь день и ночь, там надо собрать три каких-то херни из каких-то этих самых. В общем, я ещё ничего не собирала. Ну, сюжетку я тоже не трогала. А ещё у меня в Экономии вот эти вот разбитые мосты там, которые, да, и которые между этими в пропасть, которые... Блин, я вообще там кринжу, и мне так стрёмно всё время прыгать. Мне всё время кажется, что я сейчас упаду и умру. Вандализмом занимаемся вообще просто древним... Древним руши... Древним руши и руины, вот, да. Именно так. Опять еду готовить. В смысле, а тут другая фея уже есть? Сесть. Всё, мы... Мы дошли. Несите чай. Ну, мы что-то ещё сделать. Сейчас, это я, типа, скрим делаю. С маркером, конечно. Давай, попассируй женщину. Ну? Вчера построила уведомление о рене. А, настроила? А, всё, я поняла. Бойся. Ну, давай, давай. Ручкой, ручкой махай. Как это? Царевна-лебедь. Вот, да. Вот, вот, вот. Раз, два. О! Спасибо. Блин, ну куда ей такие... На чём она отъела такие формы? Серьёзно. Хранитель облаков из Вращенка. А чё, я реально без тросов? Подождите. Да, походу, там просто тень. Походу, это просто тень. Походу, это разом реально нет. Важный вопрос, понимаете? Даже до смены дня и ночи не дошла. Ну, дойдёшь, там не так далеко. Это есть пластурец Зари, который нужен Инглан. Тем более, тут же, как бы, этот квест нужно, чтобы потом ивент был. Его надо обязательно пройти. А Инкономию-то можно ещё до следующего патча спокойно проходить. Это в следующем патче, там, может, что-то... А, ну там, собственно, с вот этого мирового нового босса, которого я ещё не открыла. Давай. Не мировой босс, обычный босс. Короче, с него куски падают на Я и Мику, по-моему, да? Ну, ядра. Вот, а так там нужно не заморачиваться. Это и есть пластурец Зари, который нужен Инглан. Хотя, дождите, а на эту, на певицу не с него же падают? Что-то я не помню. Какой он огромный. Непритывый дворец тоже не маленький. А как мы это попрём? Возможно, но почему-то тогда этот пластурец не парит в воздухе. Действительно. Потому что он деактивирован в таком состоянии. Он внешне отличается от других камней, но весит примерно столько же. То есть, на самом деле, не такой тяжёлый. Только после активации он раскроет свой истинный облик, освободится от оков земного мира и воспарит. Ух ты, Шаньхэ, ты так много знаешь. Это потому, что моя наставница очень любит поговорить. Поговорить. Когда у неё есть свободное время, она приходит и рассказывает мне обо всём на свете. Сначала некоторые вещи казались мне ужасно скучными, но потом я поняла, насколько они полезны. Интересно, кто твоя наставница? Подожди-ка, у Паймон появилась одна мысль. Если мы активируем его здесь, то мы не сможем забрать его, а ещё мы улетим в небо. И если не активировать, то мы не сможем поднять такой здоровенный камень. Как же нам его отсюда унести? Сделала звуки, сама вырезала. Ничего ты себе. Не волнуйся. Я, кстати, разобралась, как сохранить стикеры вот эти, которые с геншиномордочками и свечата. В общем, да, можно будет, наверное, стикеры сделать. Надо будет посидеть, поделать их. И цену я уже спросила, как ответят потом. Сделаю запись. Не волнуйтесь, могу поднять этот камень своим мизинчиком. Серьёзно? Ты уверена? У тебя такой сильный мизинчик. Не волнуйтесь, я великолепно осознаю ценность такого большого Плоу-стрита. Я буду очень осторожна и не позволю, чтобы с ним что-то случилось. Береги себя. Так вы переживаете обо мне? Конечно, Паймон уверена, что тебе и всё по плечу, но даже Шэньхэ может пострадать, если на неё упадёт такой огромный камень. Всем известно, что при перемещении тяжёлых предметов нужно быть очень осторожными. Интересно, кто твоя настанется цапля в брачный период. Прям как наша учительница географии. Если есть возможность, то начинается. Вот был у меня ученик. Ну да, есть такое. Ну да, короче, по стикерам я потом это самое. Сориентирую вас. Может, уже даже в субботу что-то скажу. Не знаю, посмотрим. Спасибо за вашу заботу. Тогда я возьму Плоу Стрит, и мы увидимся с вами на строительной площадке. Так возьмёшь и унесёшь? Шэньхэ поднимает Плоу Стрит и уходит. Смотри, с какой лёгкостью она несёт эту тяжесть. Она совершенно точно необычный человек. Но мы не станем вам это анимировать. Догадывайтесь сами. Скорее найдём её на строительной площадке. Ну окей. Не будет на 6 или опять? Мне кажется, 6 как-то мелковато. Я посмотр... Нормально вот так по грудь стоим в воде. Я посмотрела, наверное, по 6 мордашек на А6. Но надо прицениться. Не, они будут не очень маленькими при этом. Ну, в смысле, там-то ты видела? Они же сами такие чиби-чиби. Ну, короче, я сделаю пробную эту самую картинку. Вот. Просто более крупными... Ну, в смысле, допустим, 6 картинок на... А, тут далеко. Более крупную картинку делать... Ну вот... Ну, короче, когда совсем крупные стикеры, больше там, чем 6-7 сантиметров, их сложно куда-то налепить. Они просто слишком большие становятся. Ну, надо при это самое попробовать. Потому что я пока не могу точно сказать, насколько хорошо будет смотреться 6 мордашек, в принципе, на этом формате. 10 на 15 А6. Да, я знаю. Ну, там и картинки, блин, мордашка одна. Это же эти мордочки, которые вичатовские. Прям взяла и ушла? Да, взяла и ушла. Глазам своим не верю. Смотри, с какой легкостью она несет здоровенный камень. Она наверняка одна из тех легендарных адептов. О, всем вилостливый адепт. Молю, благослови меня своим ежегодным повышением зарплаты. Размер, цвет, сохранность. Этот полустрит высшего качества. Я могу без всяких сомнений заявить, что он подходит. Я ставлю вам высшую оценку за этот полустрит, Зари. Как вас зовут? Мое имя не имеет значения, я не участвую в состязании. Я доставил этот полустрит по поручению другу-человеку. Он скоро подойдет. Шаньхэ! Еще служанка госпожи Нингуан. Люблю весь ноут. Мама звезды ли вставит. Ну, кстати, а ты можешь облепливать ноут, который еще не оплачен до конца? Так-то. Мне следовало догадаться, что это именно вы нашли редчайший полустрит. Только позвольте кое-что прояснить. Я секретарь госпожи Нингуана, не служанка. Ладно, госпожа секретарь, мы нашли этот камень общими усилиями. Разве не круто? По правде говоря, это лучший полустрит из всех, что мы видели до сих пор. Вы только представляете, мы обломали Синцю всю эту самую, весь мегаплан по заработку 500 миллионов моры. Потому что мы перетащили этот полустрит, соответственно, и их полустрит уже никто выкупать не будет. Какие мы? Можешь? Ну, ладно. Если не случится ничего непредвиденного, мы используем его как основу для Ленифритового дворца и сможем перейти к следующему этапу строительства. Госпожа Нингуана арендовала несколько жилых домов. Неподалеку вы можете воспользоваться одним из них, чтобы отдохнуть. На этом я с вами прощаюсь, нужно вернуться к своим обязанностям. Нехорошие люди. Ага. Он-то теперь мне принадлежит, и вернуть я его все равно уже не смогу, даже если захочу. Да и зачем? Ну, я не знаю. Не, ну, в принципе, если что, тебе и родственники, конечно, я надеюсь, помогут выплатить, если вдруг что-то случится. Просто, это... Не знаю. Шэньхэн, только что по дороге мы слышали, что как все восхваляют тебя. Восхваляют. Я со вчерашнего вечера путаю буквы в словах, я не знаю, что со мной случилось. Ну, я серьезно, я ей вчера весь вечер и сегодня все утро говорю вот наоборот, типа конфетные шоколады. Все это какой-то пипец. Какая бесстрастная реакция, разве тебя это не радует? Когда Пайман слышит комплименты, свой адрес, то расправляет плечи и улыбается во весь рот. Что ты пропустил? Мы камень принесли. Она его на мизинчике принесла. Вчера коврик для мыши заказала, стол кривой, мышка от него дохнет. С геншином или такой какой? Обычный. Я и раньше получала немало похвалы. Нифига у нее глаза странные. Меня называют адептом и выказывают глубочайшее уважение, но держатся на почтительном расстоянии. Но к адептам относятся именно так. Адепты, которых мы видели раньше, были очень независимыми и имели ничего общего с обычными людьми. Привет. По сути, я брала рассрочку на мамина Ибе, ибо мне бы не дали. Я просто ей часть СЗП отдаю. А, ну туда ладно. С геншином не нашла заказала с Евой? Понятно. Но я не... Шэньхэ, с тобой все в порядке? Все в порядке, просто я чувствую себя очень уставшей с тех пор, как ушла в обитель. Словно, мне не хватает жизненных сил. Возможно, тебе надо поесть? Дайте подумать. Паймен придумала. Может, отдохнуть в одном из домов поблизости? Отвлекаясь от стрима, включилась обратно на фразе От этого мышка дохнет. Компьютерная, компьютерная. Не волнуйтесь, мне просто нужно бобыть в тихом месте на природе. Ни в коем случае там слишком опасно. Когда голоден, нужно съесть что-нибудь вкусненькое. Когда устал, нужно хорошенько отдохнуть в мягкой кроватке. Тебе нужно бережнее к себе относиться. В гостинице будет намного комфортнее, чем на природе. Хорошо, я запомню. Вот такой. Красивый. Симпатичный. Фиолетовый и синим. Как ты любишь. Так. В чем это? Окей, я запомню. Вот и славно. Так. А, все, нормально. Окей. Вот и славно, Шэньхэ. Идемте в гостиницу. Я просто подумала, что у меня игра на весь экран, но нет, не на весь. Все нормально. Фиолетовый и синим, как я люблю. Ну вот, видишь. Надо бы тоже коврик заказать. Вот. А я себе свинти тогда заказала. И теперь... Слушайте, ну, нормальный коврик. Ну, в смысле, ок. Я думала, будет какой-то... Ну, срамной. Но нет, все хорошо. Так. А где дома? Или наоборот, вверху? Или внизу? Не, внизу, походу. Хотите заселиться? Какое совпадение? У нас как раз есть две свободные комнаты. Нам надо три комнаты. С тех пор, как началось восстановление нефритового дворца, у нас нет отбоя от постояльцев. Рабочие, зеваки, торговцы, продавцы чая, все приходят сюда. В последнее время дела идут исключительно хорошо. Свободных комнат не так много. Вам повезло. Как здорово. Я его не досмотрела пока. Времени нет, но арт на коврике очень нравится. В одной из комнат как раз заканчивают уборку. Можете заселиться в течение получаса. Другая комната уже готова. Находится слева. Вот ключи приятного пребывания. Извините, он вынужден вас покинуть. Шаньхай отдыхаем и подождем тебя снаружи. Заодно поищем что-нибудь вкусненькое. Пайма только что увидела, как один из гостей нес здоровенную жареную куриную ногу. Надо купить одну для Шаньхэ на ужин или на завтрак. Я пойду отдохну. Если что-то случится, не стесняйтесь дать мне знать. Я сплю очень чутко, уверена, что услышу стук в дверь. Увидимся завтра, до завтра. Да, на космос похоже здесь. Но фиолетовый с ним. Смотри, это же хранитель облаков. Что она здесь делает? Это она сказала Кекеке. Пойдем посмотрим. Серьезно? Я что, горный кузел? Ну вот, теперь мы горные козлы. Подойдет под синюю подсветку подставки под ноут. Дратути, наставницу. Че как? Вы уже встретили Шаньхэ, не так ли? Вы поладили? Да, мы подружились. Вы ее тоже знаете? Конечно, кроме Гань Юй, которая живет в Льюэ, остальные адепты в той или иной степени знакомы с Шаньхэ. Какое имя адептов она носит? Мне кажется, что немного неуважительно называть ее просто Шаньхэ. Как же ее зовут на самом деле? Имя адептов? Почему у Шаньхэ оно должно быть? Разве не у всех адептов есть экстравагантные имена? Верно подмечено, но Шаньхэ человек. Теперь понятно, что... Вот оно в чем дело. Вот это новость. По вашему мнению, она сильно отличается от обычных людей? Паймен кажется, что она слишком прямолинейная в решении проблем. Ха-ха, она нисколько не изменилась со дня нашей первой встречи. Ортопедические взять, с подставками для рук. Слушай, мне такие коврики не понравились. У меня как-то был... Ну, был нормально, не там, не с попами, не с этими самыми, а нормальный ортопедический. Ну, в смысле, там просто такой валик в начале этого самого. И не знаю, мне было неудобно вот так вот руку как-то держать. Странно. Мне только больше рука уставала. Не горный, но козель. Что хранитель облаков здесь делает? Слези затем достаточно ли открыто одета ее ученица? Не увидела, что я как Ганька лазает на горы, как горный коз. А, да, я тоже видела. Сегодня кидали куда-то, ребята. Коврик с попами. Ну да, знаешь, есть коврик с женской грудью, а есть коврик с попой. Если вы об этом не знали, то... Ну, я их не пробовала, никогда не видела вживую, только в интернетах, но у меня был коврик с обычным валиком прямоугольным под кисть. И нифига это неудобно. Не знаю, может, попой удобнее? Вдруг. Не знаю, иначе бы не спрашивала. И хорошо, что ты такие не встречала. Я наткнулась на нее в пещере. Я проходила мимо, почувствовала присутствие останков божества и решила проверить пещеру. Я видела таких с крупом деда. Ну да, обычно у мальчиков делают как попу, а у девочек как грудь. Но это странно. Я наткнулась на нее в пещере, проходила мимо, почувствовала присутствие останков божества и решила проверить пещеру. Там я увидела Шэньхэ, которая с кинжалом в руках сражалась с чудовищем, воплощением зловещей энергии останков божества. Ей было 6 лет от роду. Как страшно. Слушайте, в это самое... Ванфас, птица такая упортая. К тому времени она противостояла чудовищу уже несколько дней, и большинство детей простых смертных слабы телом и разумом и зависят от своих родителей, но она была другой. Не только непостижимая сила воли, но и врожденная жажда крови и инстинкт убийцы позволили ей пережить такую опасность. Суровая женщина. Она не успокоилась даже после того, как я одолела монстра и направила на меня свой кинжал, чтобы защищаться. Только когда она убедилась, что я не причиню ей вреда, она упала в обморок, не сказав ни слова. Другими словами, если бы вы не проходили мимо Шэньхэ, не обязательно. Когда я вошла в пещеру, то почувствовала, что ненависть божества постепенно рассеивается. Если бы бой продолжился, победа все равно могла бы достаться Шэньхэ. Хотя есть какая-нибудь Жожа, можно и мальчику с грудью сделать. Ну да, в принципе, так-то. У Жожи там тоже хватает. Киберкубийца? Ну да, она очень милая девочка. Все равно это очень опасно. Как получилось, что маленькой девочке пришлось сражаться с порождением ненависти божества? Люди в мире смертных проходят через боль и страдания, и Шэньхэ не исключение. Ей некуда было идти, и в итоге я дала ей приют. Значит, наставница, о которой говорила Шэньхэ... Все заидно, за поза Итера. Это я. Шэньхэ обладает особым телосложением, благодаря которому ей легко освоить искусство адептов. Что? Мы с другими адептами оценили ее таланты и решали пощать. Нет, подождите. Если рассуждать логически, телосложение Шэньхэ в 6 лет было явно другим. И вряд ли они могли бы тогда оценить то, что потом вырастет. Поэтому, наверное, они оценивали что-то другое. Например, высокий рост. Но жажда крови, которая была у нее с рождения, не угасла, когда она выросла. Напротив, она стала лишь сильнее. Владыка Лун однажды погадал для нее. Гадание показало, что ей суждено быть одинокой всю свою жизнь, что у нее есть склонность причинять боль своим друзьям и близким. Результат гадания был пугающим, поэтому нам пришлось запечатать ее душу красными шнурами, тем самым заперев эту жажду крови. Так вот она, что вся в красных шнурах-то. В 6 лет нашу монстра убила. Владыка Лун местная бабка-гадалка. Ну, может он как-то, знаешь, там, с луной связан. Особым телосложением, которое она отрастила, питаясь травой. Красные шнуры сделали ее спокойнее, но они же добавили ей безразличия. Возможно, все дело в том, что шнуры настолько сильны, что подавляют ее эмоции. Только волю судьбы пути людей могут пересечься. Теперь, когда путь Шэньхэ пересекся с вашим, пожалуйста, позаботьтесь о ней в благодарность за подарок, который преподнесла вам судьба. Значит, вы пришли, потому что беспокоитесь о Шэньхэ? Ты смеешь делать столь поверхностные выводы о том, что ведет меня? Ты ошибаешься. Дело в том, что, хотя сейчас Льюэ кажется спокойным, но в тени всегда таится опасность. Ранее Нингуан говорила, что наступила эпоха контрактов между Льюэ и его жителями. Я здесь, чтобы посмотреть, как она справится с наступающей бурей. Если она справится, я буду свидетелем ее триумфа. Если нет, адепты возьмут ситуацию под контроль. На этом мы закончим наш разговор. Не смею вас больше задерживать. Уже стемнело, вам нужно отдохнуть. Шутки шутками, но... На самом деле, Шэньхэ не адепт, но она была воспитана адептом. Вот почему она не хочет, чтобы к ней относились как к адепту. Должно быть ее беспокоить, что к ней относятся с таким благоговением. Вроде говорят, такие ковры спасают от туннельного синдрома. Слушай, ну говорят, но я просто говорю, вот я реально пробовала, и мне реально было неудобно. Ну то есть, может быть, конечно, и помогает, но с другой стороны, может быть, тебе будет норм. Всегда можно попробовать. Достаточно нормально руку класть, как человек, уже столкнувшийся с этим. А как нормально руку класть? Или можно просто долго не сидеть за компьютером? Кстати, да. Как вариант. Можно просто долго не сидеть. Человек, воспитанный адептом, просто необходим Лиуэ. Кроме того, она олицетворяет намерения адептов. Ясно, понятно. То есть, мы типа где-то поспали. Под дверью. Руку не выгибать, как бог не видит, что? У меня, кстати, есть, если что, маленькие мышки, самые обычные. Вот, если, знаю, такие игровые мышки здоровые, вот там, мне кажется, реально, может быть, как-то не очень. А вот обычные мышки, что-то все равно примерно прямо руку держишь. Шанихай, Вы говорили обо мне с наставницей? Откуда ты знаешь? Ах, этот. Гракурс. Я хотела дождаться вас перед тем, как лечь спать, но вы так и не пришли. Я забеспокоилась, пошла искать и увидела свою наставницу. Вы ведете себя странно с самого утра. Вот я и подумала, что наставница рассказала обо мне. Моя наставница очень любит поболтать. Просто направо-налево все говорит. Извини, Пайман, за то, что Пайман думала, что ты адепт. Все в порядке, мне все равно, кем меня считают. Мне следовало самой объяснить вам все, но по моему опыту объяснения тоже не очень помогают. Вы думали, что я адепт, но обращались со мной как с другом. Вы не отстранились от меня. Спасибо вам за это. Глаза у нее реально гипнотические какие-то. Вы довольно часто... Мы довольно часто имеем дело с адептами. Итак, решено. Отныне мы будем друзьями. Адепты или люди это уже не важно. Главное, дружба. Я запомню. Я не знаю, что мне следует делать, но слово дружба мне нравится. Отлично. Итак, мы отдохнули. Можем продолжить поиски материалов. Сперва нам нужно узнать у служанки госпожи Нину Гуан как продвигается работа. Пойдемте на строительную площадку. Поустрит Зари очень редкая вещь. Мало кому под силу его найти, если наши соперники садутся и оставят поиски. Нам не надо будет так торопиться. Кстати, вчера на обратном пути мы купили жареные куриные ножки. Мы и тебе захватили. Держи. Очень вкусный. Я просто о хранителе облаков подумала. И правда очень вкусный. Изысканный вкус. Намного лучше тех, которые я готовила в дикой местности. Что, уже дворец строят? О, прикольно. Полазать дадут? Нафига я туда бегу? Вы не знаете? Ну да, это... Или он уже был такой? Вы не помните, случайно, кстати? Ну, в смысле, вчера вечером он такой же был или нет? Ух ты, там целая туса. Дадут? Ну, попозже. В Тайвате настолько чистый воздух, что у людей глаза имеют уникальный дизайн. Не то чтобы игровая мышка, она довольно большая, ибо у меня рука здоровая. Мне, в принципе, норм, но из-за подцарапанного стола она начала тупить. Дружба — это чудо. Глаза красивые, на самом деле. Они гипнотические какие-то, реально. Смотри, Тома, нефритовый дворец взлетает в небо. А, то есть, вчера вечером он все-таки там еще не был. Кажется, что-то его сдерживает. Это связано с тем, что реконструкция еще не закончена. Байвэнь, Байдоу, и... кто так, с кем Байман еще не знакома? Поскольку нефритовый дворец очень большой, нам пришлось разделить работу на два этапа, чтобы процесс восстановления был более сбалансированным. Вы что, сами все это отгрохали? По плану, еще до обнаружения подходящего Плоу-стрита фундамент нефритового дворца заводился на земле. После доставки Плоу-стрита мы переносим на него фундамент, и чтобы наполовину отреставрированный дворец мог парить на одном уровне с горными вершинами. Господи, как все сложно. Затем мы продолжаем строительную работу уже в воздухе. Когда нефритовый дворец будет полностью восстановлен, мы опустим цепи, и он воспарит выше гор. Госпожа Байвэнь, мы привезли новые материалы. Подождите секундочку, я сейчас. Благодаря найденному вам Плоу-стриту реконструкция продвигается довольно быстро. Госпожа Нингуан с нетерпением ждет ваших дальнейших успехов. И вам спасибо. Оу, не думала, что вы так быстро найдете наиважнейший Плоу-стрит. Похоже, мы немного опоздали. Ты тоже участвуешь в состязании? Совершенно верно, я нашла Плоу-стрит Зари во время своего морского приключения и доставила его сюда. Хоть Плоу-стрит Зари довольно редкий камень, похоже, мы не единственные, кто смог его найти. Позвольте представить вам госпожу Юнь или Юнь Зинь знаменитую оперную певицу из Льюэ. Конничо. Это Том и Пайман мои друзья. А это прошу прощения, кажется, мы не встречались раньше. Шэньхэй я их подруга. Приятно познакомиться, подруга моих друзей моя подруга, хотя мне больше по душе друг члены моего экипажа, тоже часть моей команды. Госпожа Юнь тоже участвует в состязании, ей нужен был корабль, я предложила ее подвезти. Я много слышала о вас, рада знакомству, хотя мы встретились впервые, мне кажется, что мы подружимся. У нее такие прикольные пампушечки. Не, ну у нее сам голосок ее оригинальный, ну приятный такой. У нас одинаковая красная подводка, в каком магазине ты покупаешь тени? Не буду скрывать, я решила принять участие в состязании, потому что мне необходимо задать Нингуан вопрос. У моего отца есть кое-какие связи, поэтому мне удалось найти Плоу-стрит, но он маловат и едва смог пройти отбор. В таком случае мы трое соперники. Зеленая фигня, поэтому он не фритовый, точно. Так у Нины денег кури не клюют, естественно, быстро отгрохали. Сколько там за 2-3 дня? Ну просто как бы есть еще человеческий предел, даже сколько людей тут работало, чтобы его так огрохать. Да, штучки на данго похожи. Простите мою дерзость, госпожа Шаньхэ, вы тоже участвуете в состязании? Нет, у меня нет вопросов к Нингуан, просто помогаю путешественнику победить. Скорее все, дворец дольше строили, просто нам его не показывали. Попфильтер это хорошо, это правильно. В таком случае у меня есть предложение, которое заинтересует всех. госпожа Нингуан сказала, что первые три человека, которые найдут все материалы, получат награду, это значит, что мы можем разделить возможность задать вопросы на троих. Таким образом, каждый задаст по одному вопросу. Вместо того, чтобы соперничать, мы можем объединиться и занять три первых места. Что скажете? Ты какая хитрая. Хорошая идея. Что нам делать? Кажется, я поняла, к чему вы клоните. Мы уже нашли Плоу-стрит и справились с самым сложным заданием. Оставшиеся два материала не такая большая редкость. Если кто-то из нас может найти способ их достать, двое оставшихся соперников могут сесть ему на хвост. Ну что, я разгадала ваш план, госпожа Юнь? Да. Интересный подход. Отлично, тогда я начну первую. У меня есть информация об этом ядре чудес. Говорят, что ядро несложно построить, сложно собрать материалы. Я думаю, мне стоит вернуться на корабль и спросить Сулин, а вы? Мы пойдем в город и расспросим мастера Джана из холодного клинка. Будут какие-нибудь идеи? Пойдем. Давайте разделимся, если кто-то из вас преуспеет, мы все приблизимся к победе. Отложу поп-фильтр у нового микрофона ветрозащита есть? Ничего себе. Увидимся позже. Нам тоже пора идти. Кстати, а какой вопрос вы хотите задать Нингуан, Юнзинь? Я ищу место для новой оперы. Госпожа Нингуан хороший вкус и я хотела бы узнать ее мнение. Что за опера Паймон тоже хочет послушать. Эта пьеса, написанная моим отцом, она вдохновлена популярной легендой о злом духе и девушке адепте. Она называется Созерцание богини уничтожения.